вот вам донести по поводу названия по поводу материала не буду задерживать ваше внимание от меня наверное уже сказать я прилично надоел своей физиономии свежее лицо я попробую брать интервью будет такой план мы проводим с Вячеславом мастер-класс ну и я думаю вам будет найдете для себя массу полезных по поводу венецианской штукатурки то есть венецианская штукатурка на самом деле не является только лишь отполированным мрамором то есть покрытие отполированный мрамор вот то есть мы не зациклимся на том что это только она потому что любая декоративная отделка любую декоративную отделку можно назвать венецианской штукатуркой то есть это тот же самый травертин это тот же самый китайский шелк вот покрытие и также отполированный мрамор вот все но относится к одному это венецианская штукатурка то есть делится она как бы на на три вида штукатурки это непосредственно сама венецианка то есть как краска вот структурная это да это именно эффект от полированного мрамора краска да по своей консистенции по своим свойствам до структурная штукатурка это рельефная штукатурка да она то есть она идет без кварцевого наполнителя то что называют еще фактурной штукатуркой вот хотя фактурной штукатуркой можно назвать эту же структурную штукатурку потому что фактуру можно слепить из из чего бы то ни было это что мы говорили да на кварцевой основе но я так подозреваю я еще не общался с технологом она была болела но я так подрываю что это все-таки мраморная крошка очень мелкая мамоная крошка потому что она не чернит вот бывают песочки чернит а вот тут полируешь она не чернит то есть наполнитель все-таки есть но не кварцевый песок нет тут в бризе там цивиллоза наполнитель ну так сказать там как шпаклевка будем говорить но нам на мраморной пудре и добавлен туда цивиллоз к а здесь получается вот так а может что на какие-то ассоциации вроде как есть песочек а здесь нет это вот это структурно именно структурно потому что есть кварцевый наполнитель ну рельефно это вот бриз это рельефно найдет без кварцевого наполнителя вот это просто вязкая масса которая идет из которой мы можем делать различные фигуры и кристалл да вот мы их тоже можем использовать как я говорю модернизируя до существующие да там те же структурно с наполнительным кварцам тоже рельефно с наполнительным целлюлозкой то есть мы можем не всегда нам есть такая необходимость вот там что только было кварца то есть мы можем и кварца чтобы у нас было меньше или приходится чтобы она такая была более эластичная да или более такая жирненькая тогда мы что можем взять структурку и смешать с нашей стартовой шпаклевкой и получить авторскую штукатурку или дизайнерскую штукатурку или там декоратовскую штукатурку как кому-то ближе будет по названию соотношением можно даже мы практиковали что взяли там 15 килограмм ведро стартовое и кинули например там 2 килограмма вот структурно все и получили авторскую или дизайнерскую штукатурку то есть опять же не привязываясь к названию той или иной штукатурки то есть мы можем брать это же цена цена тоже опять если мы берем стартовую шпаклевку это там 150 гривен до фирменной вещи 350 гривен 450 600 гривен поэтому можете за как брать за основу стартовой шпаклевки готовы ведра тоже только и брать его уже готовая структурной штукатурочку и добавляют по необходимости сколько необходимо там также можно говорить и а или и штукатурки то есть наполнитель мы дозируем сами как нам удобно как с чем нам удобно работать основа может служить стартовая шпаклевочка а как наполнитель это может быть или кварц структурно или целлюлоза как у нас реле то есть нам тоже может быть не нужно столько целлюлозки или не нужна такая крепость как только у нас есть в готовом продукте то есть тоже мы можем регулировать или делать под себя материал как я говорю авторские штукатурочки потом что у нас больше мы говорили что есть воск воск есть натуральный и есть синтетический да натуральный воск он более прозрачный он идет только на венецианку для создание эффекта полированного мрамора вот синтетический воск он ввиду того что он дешевле как правило мы его можем использовать более большими слоями мы его можем колеровать туда же добавлять бронза золото и по вкусу да это за синтетический то есть а вот натуральный вот он идет кремообразная масса нет вот этот нет крем для рук грубо говоря наносится очень тоненьким слоями дает очень блеск хороший на тактильность очень хорошо вот мои вот по трубой сейчас чувствую что это это ненатурально это ненатурально да то что ненатуральный чувствуется и вот то что мы говорим да что можно например поработать на грубых рельефических да а потом сверху например добавить того же натурального да это можно будет как тоже ветошью да обязательно шпатлю пошли ким подам добавим то есть добавили блеска мы больше такого будет на тактильность у вас совершенно будет другое ощущение потом можно еще и полирнуть и раз пока он еще не высох вот это время мы его еще полирнем и тогда вот вячеслав попробует его на прикосновение потом что мы еще помнишь то можно смешивать синтетический воск с натуральным тоже делать такие миксы того момент что ты сказал что можно добавлять декоративные краски декоративные элементы какие-то чтобы для создания той же патины вот сейчас запасе не точно почему мы подошли есть тенденция что вот когда мастера ищу помнишь мы говорили еще какие-то венецианские штукатурки такие более прозрачные и что получается что как это можно достигнуть можно взять венецию на только опять мы говорим об акриловых венецианках не стоит путать и сейчас мы говорим именно оберкомовской продукции мы берем эвенкомовскую венецию и берем воск для венеции и что смешали как вот один к одному один и что мы можем получить грубо говоря мы можем получить тот же воск только он уже более заколерованный и при этом прозрачный остается прозрачный с тем же блеском с эффектами венецианской штукатурки регулировать прозрачность венецианки да бывает там что мы хотим или мастера хотят добиться какой-то глубины то это можно делать вот с помощью таких восковых венецианок второй момент то есть грубо говоря мы если используем допустим травертин тот же отполированный камень то сверху мы можем покрыть венецианка именно вот смешанный с воском да когда мы достигать вот такая мы и не глушим подложку если мы например от колеровали уже провинтим в окру да и мы можем сделать уже восковую венецию и восковую патину тоже там или темнее или светлее играть в таком ключе второй момент что мы можем сделать с восками этого сказали да что мы можем воски добавлять венецианку можем добавлять краску получая патину да краску мы можем добавлять как обычную аромасенку акриловую венецию так можем и перламутровой краски добавлять те же там декоративные золото например да там перлынку то есть все это у нас но перлынка это ее ни в коем случае нельзя смешивать с добавлением обычных красок или обычного золота иначе просто пропадет эффект и это будет зря добавлено вячеслав хочет нам донести одну очень интересную мысль когда мы делаем патину на основе например там того же воска синтетического добавлю до водоэмульсионной краски придавали венеции и захотим туда еще добавить золото мы переведем золото то есть золото видно не будет так как у него физико химическое свойство что эти святоотражающие частицы из которых состоит этот материал а именно то как мы называли минерал этот целлюлоза нет не целлюлоза нет 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 там не целлюлоза пришла там идет святоотражающие частички слюда вот на основе слюды делают эти краски святоотражающие но когда попадает на нас с краской обычной в наших восках то что происходит она смешивается и частички краски обволакивает частички святоотражающие вот этого блеска нам удаст не удастся увидеть и есть еще один тоже такая проблема бывает когда мы используем не те красители универсальными то есть когда мы говорим что их можно тоже колеровать как синтетические воски так и натуральные можно колеровать и краски вот эти декоративные то нужно использовать обязательно универсальные красители, а именно а именно есть вот такой план, да, это или пигмент микс да, или это снежка то есть мы называем гелевые красители ни в коем случае нельзя использовать те красители, которые в тубусах то есть это уже отколированная краска ребята, фасадная краска поэтому если мы захотим отколеровать уже проливно таким красителем то что у нас, ничего хорошего не получится, то есть он забьет у нас переломокрованный эффект или светящийся эффект самый распространенный вариант и самый легко доступный, недорогой вариант это снежка, колорекс и по качеству они не уступают тем красителям которые там из тех же машин потому что делаются они из тех же других не придумается, строительная химия она и в Африке строительная химия дальше что у нас еще было интересно надо было отметить по китайскому шелку помнишь, мы еще говорили? да, да, да это все воск, вот он, да есть еще, да, китайский шелк это такая сервиламотровая краска в частности, вот эта золотая есть серебряная база есть серебряная база то есть две базы мы их тоже можем использовать да, добавляя наш воск воск синтетический и воск натуральный тоже вот добиваясь таких лессировки, да, то есть когда мы такие такие полупрозрачные слоя то есть создаем лессировочный состав только своими руками да, да, да вот тут получается чем мне и подкупает продукция и в том, что мы можем используя, да, вот эти исходники мы можем делать те материалы, которые нам необходимы, да, для достижения какой-то определенной цели то есть не привязываясь к какой-то конкретной фирме, к какому-то конкретному материалу да, то есть мы можем, как я говорил уже Вячеславу, чтобы мы становимся такими микро-такие заводики на объекте получается лаборатория лаборатория своя так что, ребята, не включайте, что они с нами далеко, да мы снова с вами мы снова в деле значит, сейчас я попробую так выставить, чтобы было удобно видно хорошенько значит, так, то мы с Вячеславом организовали нас маракешек, да сделали его структурной штукатурочкой тут несколько цветов мы их оформили но сейчас Вячеслав тренируется то, что ему понравился фактурка маракешек вот мы его тоже технология маракешек да, это похоже на маракешек значит, мы дождались, пока материал так прихватился, перестал браться к рукам и мы его загладили вот таким образом то есть сначала, да, такими круговыми движениями уплотнили да, вот Вячеслав подказ, да, уплотнили а потом там, если нужно было еще такое, где подмочили материал который остается на шпателе мы убирали губкой чтобы не было сухого материала на шпателе чтобы он не прихватывался у вас лучше использовать грунтовку, чтобы уже сразу был ну, да, вот Вячеслав, да, я ему говорил, что мы, в принципе, использовали в таких случаях наносили материал на поверхность то есть там есть такая фламандская или как мы ее назвали там, финикийская то есть мы брали клей ПВА разводили где-то 1 к 3, 1 к 4 ну, хотя мы тогда использовали аскаровскую, по-моему, грунтовку Аквастоп, но ПВА тоже у нас ничем хуже не отличается аскаровский ПВА стоит так же, как и грунтовка да, да, да вот то есть, сам Аскара, ну, это, Бог говорит сам ПВА это концентрированная грунтовка вот мне Сладак спрашивал, как я отношусь если на ПВА делать грунт я отношусь очень положительно вот и когда добавляю ПВА в какие-то шпаклевки тоже очень положительно ну, и сейчас у нас вопрос в чем что можно вскрыть, да грунтовка и сразу ее заглаживать тоже там тоже интересный эффект получается ну, в тот случай мы намочили губкой и тоже загладили ну, теперь что переходим к воску взяли воск синтетический еще одно на большой поверхности там чтобы люди просто не подумали на большой поверхности на стене допустим большой это не губка это все увлажняется а это большим валиком да, да, да делается а то губкой начнут долго играться да, вот хорошо уточняю, да, Вячеслав, что взяли валик и будет вам счастье и так подошли к воску взяли эстетический воск да иркумовский и взяли шелк китайский шелк да вот смешали соотношение ну, наверное, там было 1 к 5 чуть-чуть больше вот и наносим теперь на нас на наш образец если мы, например, взяли бы чистый китайский шелк вот ну, что-то да он бы забил у нас и у нас бы не было видно ни нижнего слоя вот а так за счет того, что мы можем регулировать с помощью ну, самостоятельно да, там нашу прозрачность или нашу там укрываемость наших восков вот в этом случае достигаем более интересного эффекта когда опять-таки делимся секретами старых мастеров то есть вы, например, можете уже делать такой перламутровый золотой воск ну, и плюс еще можно опять-таки его колеровать да, то есть взяли универсальные пигменты универсальные красители тоже можете их колеровать добиваясь тоже добиваясь оригинальных эффектов вот а кто-то хотел желтый? ну, да чтобы она подчеркнула камень ну, и тоже опять можем не перетягивать полностью да, можем какие-то фрагменты оставлять вот такие ракушки это уже там тоже как по вашему по вашему желанию вот а можно еще там тот же воск взять и там проходить опять же только, например, по верхушкам то есть взяли, например, губку и по верхушкам прошли тут это точно не попадет сильно в этот в нишки а потом уже шпатылечком погульнули чтобы убрать следы от губки или от щетки чем вы будете наносить наверх или там от валика кстати, можешь название придумать своей авторской штукатурки у тебя есть такое такая возможность отличиться у него в этом плане фантазия много не работает а много не работает ну хорошо давайте я предложу сирийская у нас сирийской не было еще не было вот ребята мы делаем сирийскую штукатурку или попробуем сделать сирийскую штукатурку или в технике сирийской штукатурки так можно или как мы с тобой обсуждали как это название как не назови все это венециан мы уже с Олегом отшучиваемся чем бы мы не начинали какой-то декор всегда мы заканчивали маракетом такой такой очень многоходовка очень много фактур у нас на нем это одна из любимых наших техник очень часто применяем и фламандской штукатурки и назвать там парижская пражская версальская то есть очень много техник которые основаны на маракешке ребята не откажите себя в удовольствии то есть это мы делали по свежей по свежей штукатурке штукатурка не высохла до конца это не страшно мы сейчас шансы еще не подойдем не переключайтесь оставайтесь с нами продолжим разговор о персидской а сирийской мы называли сирийской сирийская значит что мы после лазульки нам не очень понравились такие может быть прогалинки как их еще назвать ну в таком случае да ровненький остров да Вячеслав пожелал чтобы было меньше то есть на вот этих островках он пожелал чтобы был еще оставался такой еще изюмчик накидать и что мы сделаем мы еще добавим еще изюма еще изюма на вот эти островочки ну ну если это мы будем делать как я уже сказал Вячеславу на большой стенке да то нам нужно будет добавлять этого изюма тоже более-менее равномерно чтобы оно читалось не читалось пятнами а читалось такое как как композиция то есть добавили в одном месте иначе нужно добавить и в одном и другом и третьем да чтобы не получилось что будет светленькая беленькая или там в одном месте будет вот это марракешек а в другом месте его не будет а это надо что удерживать желательно так и устраивать да или еще что-то не-не вот так вот как раз все вот та небесная аквареля которую там мечтал Вячеслав потерял сон аппетит да-да-да именно вот 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 проделал такой неблизкий путь с Одессы в Киев сегодня утром да приехал вчера вечером на поезд сел сегодня утром уже был в Киеве и сегодня же вечером сажусь обратно на Одессу да и сегодня же вечером садится вечером в Одессу что значит сила сила декора да сила искусства ну вот видишь во время остановиться потому что тоже можем его не замордовать да так дайте ну все-таки на видео наверное не так будет смотреться как в жизни смотрится на видео ну по телевизору камера допустим не передав все равно тех цветов ведь то что видим мы сейчас ну конечно конечно то есть в жизни она намного красивее получается да тут уже как 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 не крути с этим я поспорить не могу это так оно и ну сейчас попробуем показать вблизи ну сейчас я попробую на некоторых нюансов того же перламутра мне кажется не ну если мы например подвигаем его так например возьмем и как там вот так поставить поставим да там вот так поставим да вот по таким углом да 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 но всяком случае что у вас есть возможность взять материал заехать тоже эпицентр купили материал немного там тоже там килограммовая емкость есть дома вы можете поэкспериментировать увидите результаты скажите на лицо сейчас делайте с нами делайте как мы делаем хорошо решили что она будет называться у нас ребята андреотическая штукатурка и будем делать андреатика деперла джемчужин андреатики так сейчас мы сделаем поближе вам посмотрите да это уже Александр 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 Славик Вячеслав уже это его так сказать детище я его там чуть-чуть подсобил вот а так большей частью это его так сказать сейчас мы что сделаем то есть она еще свеженькая ну как она уже к рукам не берется но еще но не до конца высох и вот мы что берем взяли синтетический воск драйвер комовский и взяли проливку то есть жемчужную декоративную краску в таком соотношении покажем какое соотношение да где-то так и сейчас да можешь смешивать давай я смешаю по-быстрому а теперь уже дам попробуешь может сирийскую так сказать все можешь уносить она сейчас перемешается ничего страшного если в процессе да а я сейчас за оператора за цифлера поносите так и нет нет уже как тебе там удобно здесь нет каких-то там принципиальных ну лучше конечно давай сейчас не нет ты сейчас слишком прижмешь оно еще свеженькое поэтому усри да вот таким вроде как не сильно его прижимая понял уже там все штуки материал еще не высылай попробуй не ну не так же можешь чуть-чуть да не сильно больших усилий то есть не нужно ты во-первых сам прочувствуй этот материал как он тебе что он ты работал авторская лазурька нашей делал же вот из клея ПВА из обойного клея вот какие-то там различия там или что там а из клея делали да ну вот оно похоже на на наши авторские вот которые ты сейчас взял в руки ну это приятнее как бы ага то есть более более податливое более более эластичное такое вот там может вам не слышно Вячеслав да тут делится впечатлениями то я ему сейчас дам микрофон он сейчас расскажет вам свои впечатления о воске вот вот работать намного приятнее чем той же лазурью на основе ПВА и обойного клея как бы более податливое более мягкое ну я знаешь как говоришь что если кто-то не хочет заморачиваться между авторскими лазурками то купить готовый да и смешать да вот потеря по деньгам но работать намного лучше я не знаю будет ли там в камеру это видно но здесь оно четко заметно что это все-таки есть переливы и есть эффект такой как хамелеон немножко такой присутствует нет 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 так не надо нет 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 пошел пошел наворачивать да надо по-другому нет значит вот мы нанесли в наш волшебный воск наносим каким макаром чтобы он у нас ну как вот заполнил да наши поры да вроде как выровнял понял то есть наша задача чтобы он попал у нас в углубление понял то есть верхушки у нас остаются вот а он нам попадает только в углубление то есть я даже бывает там отшучиваюсь там с ребятами говорю что это вроде как такая прозрачная венецианка вот ты видишь да что он уже блеск есть да блеск да есть блеск вот 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 вроде как сделали такой грубый да то есть мы его нанесли но еще не полировали да 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 вот он еще такой он говорит матовый да матовый матовый ну вот ты уже понял да суть какая вот я его вот эти площадочки пока они еще свеженькие понял я их могу еще то есть воск нам позволяет размягчить и более развалить да да и он не прихватывается этот материал не прихватывается то есть у тебя такая получается вроде как ты работаешь акварелью да как я говорю там по мокрому да тоже такая техника мы ее применяем она такая очень свое выдает и смотри пока он еще такой знаешь там будем говорить свеженький да то ты можешь еще раз да мы можем взять например тот же воск вот и добавить чего вот чего ты сюда кроме пролынки ничего металлический блеск допустим ну давай еще пролынки добавим только пролынки добавим наверное чуть больше да эффект перелива да можно например дам да чтобы оно было где-то один там к одному или можно попробовать чистым чистым виде сейчас у нас например есть же да уже воск сейчас посмотрим хороший я наверное чистым это будет за нато но все таки возьмем немножко воск один к одному даже смешать ну что это все таки декоративная краска ребята это же не ну не жидкий шелк да не жидкий шелк там он все таки фасад поэтому чтобы не было такого сильного прихвата мы сейчас ух ты ну не сейчас попробуем у нас получится ну вот она его стала погуще ну вернее не погуще а укривистость у нас больше поры заполнила да и укривистость у нас немножко она такая более перекрыла перекрыла на сту вот помнишь ты спрашивал меня как делать вот этот образец который тебе сильно понравился с венеции вот представь желтую с коричневым вот которая с прожилками вот представь что эти прожилки ты рисуешь вот таким образом видишь шпателем понял вот ты его такая как средиземноморская штукатурка видишь ну по технике средиземноморской штукатурки вот и ты эти прожилочки можешь рисовать и так же можно делать и на венеции такой же трюк но там слоев больше правильно да но суть что ты не отрисовываешь это ни там кисточкой да а ты все это делаешь вот с помощью шпателя вот у тебя получаются вот такие вот переходики видишь да вот это тоже у нас такой трюк ну мало кто ну применяет мало кому там рассказывают то есть я тоже не рассказываю всего понимаешь а если рассказываю то это не ну это знаешь самые такие как я говорю не фанаты которые знаешь там не пропускают ни одного видео все так сказать и где-то я может быть вот как сейчас да этот секрет и там проговорился уже все приговорился уже пойдет то есть понял никто образца не видел так что не поняли за что нет нет почему тот который там немножко в этом соображает уже понял да вот эти прожилочки да да вот ты можешь рисовать уже с помощью воска то есть вот эти ты помнишь как фотошопе вот представь что это вот такой слой и ты можешь регулировать можешь там есть такая полупрозрачная делать прозрачную вот это степень прозрачной да 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 вот здесь ты можешь например с помощью этого воска ну или восков ты можешь вот этот вот прозрачных слоев ты можешь регулировать и плюс сейчас мы получается его заполируем он станет еще более прозрачным воск нет 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 смотри ты не забегай слишком вперед тебе главное уяснить как можно делать вот эти прожилочки то есть ты сейчас мы сейчас если добавим цвет вот сделаем сейчас например да там один к одному и добавим какой-то например там ну золотишко например или какое-то мужество должен добавить вот сюда там ну раз это адриатик вот ребята голубоватый зеленоватый вот голубатый зеленоватый сейчас мы пробуем в нашу в нашу в наш волшебный да воск мы можем ну или перламутровый воск перламутровый да перламутровый добавить немножко цвета универсального красителя держи это у нас да есть такие универсальные красители чуть-чуть чуть-чуть буквально уже для лазури там нужно совсем громульку это даже не шпаклевка совсем 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 вот смотрите вот такая вот капелька она сейчас посмотрим две спичечные головки да там еще и вот он превращается превращается в шорт да элегантный то есть ты получишь сегодня еще один первый раз это адриатик то должно быть как бы морская волна да 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 и что мы делаем то есть вот эти вот прожилочки которые ты да вот мы с помощью вот этой техники смотри где попался мусор вот перетянули сначала перетянули волну встали вот здесь еще я что-то уже немножко переборщил тоже осторожно это ввиду того что она еще не до конца подсохла да 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 но это же мы хотим уже так сказать чтобы успеть да в одном флаконе хотим получить 10 удовольствия но суть ты уяснил да вот такими движениями стоят вот как средиземноморская ты как волна набегает на берег вот и оставляется набежала осталась набежала оставила можно даже вот как там как маракешек да ты накидываешь тоже там никто тебе не запрещает этот материал просто его все равно цветным идет по материалам а цветами да играешься да да ну вот сейчас в этом случае мы сейчас отыгрываемся лазурьками а там это и там тоже мы можем вот такими вот вот восками отыгрываться понимаешь не материалом воском я же почему тебе и ну так сказать внимание твое заостряю что это трюк который я ну рассказываю и показываю не так часто что самим воском рисуешь да да то есть это будем так эксклюзивный репортаж ну вот мог бы ты подумать что под конец у нас получится такой под конец получился первомутровый такой да такой жжнущий валютный образец сейчас я вам покажу поближе полу-венецианка полу- не понятно что да 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 Scripture 華 Henley сказали Вячеслав да что передать это конечно да му пробуют ее вытянуть мама ну что га ребята шедевр декоративного зодчества на лицо. А если мы сейчас еще и уберем пленочку, то здесь у нас просто... А, ну сейчас, подожди, я попробую. Нет, сейчас, сейчас. Попробуем. А, уже все, что да. Вот. Надо закачивать. Ну, не знаю, будет видно на камеру, там, кто где будет смотреть на телевизоре, вот, сам перламутр и сами эти прожилки, вот, но если попробовать сделать дома по-моему, то получается очень красивый эффект. Вот, то есть, в жизни выглядит намного лучше, чем оно выглядит на экране, на мониторе. То есть, вот, грубо говоря, это в дневной свет уже падает из окна, видно, что это, ну, вот, сам перламутр переливается синевой и синими прожилками. И ты можешь, знаешь, так потихоньку приближать и убрать вот так. Раз, поставил. Стоп, ну, не так близко. Вот так и поставим. Постоял. Я сейчас к нему привыкну. Рассмотрим. Еще чуть ближе. Да, сейчас, кстати, я не буду делать. Вот так. Может, чуть поднимем. Да, может, да, вот так обликовать, чтобы… Вот так все еще поднимем. То есть, вроде бы, ну, и все разноцветное, непонятно, что здесь, но на стене смотрится прекрасно. Да, то есть, если вся стенка будет покрыта именно вот таким вот, даже вот просто одна стена, ну, очень будет красиво смотреться, ввиду того, что вот вроде на кусочка, но мазонина непонятно что, но переливается очень красиво. Не знаю, как будет видно вам, но в оригинале видно очень хорошо. Что это? Как это? Да. Неповторимый рисунок. Вчера мы говорили о гриотической, сирийской штукатурке. Вот сегодня мы пробуем вот наша, ну, или ваша знакомая, наверное, наша вообще знакомая по гриотической штукатурке. И вот она такая уже высохла. Насколько вам будет это дело видно. В общем, она была такая еще скользкая. Сегодня мы ее повернули. И решили показать вам еще один трюк, который мы вчера уже под вечер сделали. Вот. Тоже это той техники, которой я говорил, что вот как можно слоями, да, воском, ну, сейчас мы здесь золотым воском, да, вот мы работали, делали вот эти сериалилы. Вот есть, да. Вот так, да. Вот здесь она, я знаю, и отсвечивает. Отсвечивает, да. Они очень хорошо видно. Ну, во всяком случае, да, вот та техника, которая моя, так сказать, секретная. Секрет старых мастеров, что можно с помощью лазури делать, ну, лазури, так, на воске, да, на первом вот и можно делать такие подобные вещи. Вот. Это у нас была, по-моему, персидская штукатурочка. И мы на ней делали вот эти, на золотом воском. Получилась очень оригинальная такая поверхность. Вот. Сегодня с утра Вячеслав решил, тут был такой образец, ну, кто-то носил, тренировался и мы его решили, так сказать, довести до ума. Оставили незаконченным. Да, назвали его финики, финикийская штукатурка, вот. И что мы здесь делали? Здесь нанесли островки, потом добавили маракешика, ну и не дали ему высохнуть, я решил по-быстрому скрыть воском, ну и немножко его испортить, замордовал, другого слова я не нашел. Ну и мы не решили, так сказать, не сдаваться, и Славик еще добавил сюда еще, так сказать, с того же кварца, мы еще, так сказать, положили маракешик, и надеемся, что в этот раз уже не хватит, так сказать, самобладания, вовремя остановиться. Мы еще ей дадим шанс, чтобы она подсохла, и потом ее чуть повернем, поэтому не переключайтесь, давайте с нами, Вячеслав, конечно, хотел вам рассказать историю, я его уговаривал, уговаривал, чтобы он рассказал свою историю, как он, так сказать, откуда такая неподдельная любовь и такой интерес к декору, ну, мы попробуем, попробуем, так что слово Вячеславу. Ну, не поддельный интерес, это один раз увидел и решил попробовать. Ну, а где ты видел? Вот, ну, работали с ребятами, делали, моя задача была там штукатурка, вот, и увидел, как парень делает, не знаю, как назвать, мазонина, как мы ее называли, рельефную штукатурку, вот, вот, из типа такого зеленого образца, который мы видели. Вот, то есть он, как бы, делал, но он это тоже, я так понимаю, попробовал первый раз делать, то есть где-то экспериментировал, где-то это все. Стало интересно, попробовал. Дальше уже, как бы, больше жена, наверное, подтолкнула. Подарила венецианскую малку. Ну, вот, кстати, вот эти, да, вот, фирма Кубала, потому, как бы, в Киеве таких не видел, в Одессе видел, многие, как бы, пользуются все. Вот, то есть малка, ничем не хуже того же Ойкос, того же Паван. Вот, ну, обработать, естественно, нужно наждачкой, где-то подточить, где-то заточить. А ты говорил, что ты здесь обрабатывал. Обрабатывал, но я беру наждачку сначала 600-кой, то есть, наждачка, лист, который, наждачка для полировки автомобилей. Вот, то есть, которая влагостойкая, там, и вот, клеил этот лист просто на поверхность и под свою руку, как, стирал. То есть, в одну сторону, в другую, одной рукой, второй, третий. Вот, после этого наждачка была тысячная, после этого полторы, две с половиной, и я ее в итоге добился того, что получилась такая поверхность острая, но сразу заточенная. А ты скажи, вот эти уголки-то тоже затачивали, или они были круглые? Изначально были круглые, но заточки не было, вот было как на обычных, ну, как на стандартных малках, вот, не было заточки вот этой. Вот, в итоге я ее заточил, поигрался с ней, получилось. У меня есть Павановская малка, то есть, и я скажу, что это ничем не хуже вышло. Ну, вот я держу в руке, вот есть, например, маленькая. Да, вот это я вообще не понимаю. Ребята, это если вы где-то встретите подобный инструмент, то не берите, там, не скушайтесь. Так сказать, на то, что там это резиновая ручка, и так далее, то есть, это, ну, такое недоразумение редкое. Ну, это мое мнение, не берите это, так сказать, насчет, кто любит струбить. В руке не лежит, да. Да, в руке, мне, я попробовал, это такое редкое. То есть, точно такая же, вот, опять же, Кубаловская малка. Как бы их тоже есть два вида, с резиновой ручкой, с деревянной. Вот, я держал в руках и ту, и ту, выбрал деревянную. Как-то очень хорошо лежит, легче, интереснее работает. Паван, да, Паван, там резиновая ручка, но у Павана это как-то продумано более лучше, чем вот у этого. То есть, здесь аппендицит не дает даже взять его в руку нормально. Ну, вот Павановский инструмент. Павановский, да, у него, то есть, грубо говоря, нет ничего лишнего, и как бы, так же самая ручка сделана, как и на деревянной, хотя здесь резиновая, у Павана, но очень плотно лежит в руке, и очень удобно, и очень хорошо работает. Только еще помнишь, мы говорили, что вот здесь нужно тоже будет снять какую-то определенную кромочку, вот на этих уголках. У Павана, кстати, даже вот их, которые в магазине, вот меня предупредили сразу, когда я брал, что перед использованием, самую первую, когда мы только ее берем, ее все равно нужно так же само на наждачке немножко подработать под себя. Особенно вот эти углы, это я тоже знаю по опыту, да, особенно вот эти углы нужно будет снять на наждачке, чтобы... Да, то есть, у Павана я тоже брал наждачку 2000-ю, и просто под свою руку, чтобы угол заточки был четко под мою руку. То есть, как я работаю, как мне привычно ее держать, точно так же она и пошла. Только по наждачке. Стираем, 2000-я, она полируется. Смоется, смывается, перемывается, и выходит. Дальше есть еще тряпочки, опять же, для полировки автомобиля. И вот этими тряпочками в итоге полировал сами эти малки. Кстати, тот же Паван, да. Ойкос, да? Это уже ойкос, да, старенький, так сказать. Ему уже, наверное, лет, ну, с 87-го года, ну, вот считайте. Ну, этим, если видно будет, не видно, он уже настолько загнутый, что видно ни один гектар ему уже прошпатлеван. То есть, это ему уже, наверное, лет, ну, лет 15, это точно. Доброго слова в арку, так что, ребята, рекомендую. Ну, хотя я небольшой сторонник, так сказать, ойкоса, так сказать, слезные истории у меня с ним связаны, но, ну, что... Инструмент хороший, материал. Да, хороший, материал тоже мы все выходили, но большинство из декораторов выходили, так сказать, нас обучали, так сказать, в свое время тоже на ойкосе, поэтому... Ну, что, ну, низкий поклон, ну, что они привезли нам эту технологию, привезли нам материалы, привезли нам инструменты, научили нас, когда... Да, если не получится, так смотря, ну, что здесь... Ну, а, так сказать, вам небывало... Очень успехов, потому что, как вы еще... Вот, и можете, да, под поведочек, как вы делаете. Это наша вчерашняя, опять же, вчерашняя наш образец. То, что в простонародье называется венецианка. Вот, ну, на самом деле, это эффект полированного мрамора, сделана она из, сейчас скажу, иркомовский продукт, мармур. Вот. Ну, вот ты вчера же ее студировал, вот какие-то там пожелания, предложения... Пожелания? Да, что-то новое для себя узнал вчера? Что там были там какие-то... Да, новое это то, что при полировке, когда вот, опять же, ошибка многих, мы начинаем полировать, очень сильное нажатие идет на материал сам. То есть полируем там до синевой рук, берем и начинаем чуть ли не затирать ее, чтобы нагреть шпатель до тех же 600 градусов, как рекомендуется и так далее. На самом деле, этого с иркомовским продуктом, по крайней мере, делать не стоит. Почему? Акриловый. Продукт акриловый и очень легко подается той же шлифовке. Практически двумя пальцами не идет никакого нажатия, ничего. Но, тем не менее, за несколько движений получается характерный блеск, которого стоит... В принципе, которые планировали добиться. А сверху еще и когда воском скрыли, то же самое, опять же, иркомовский воск, натуральный. То есть это не синтетический воск был. Мы в него практически ничего не добавляли, вот как был с чистым воском. Так и нанесли. Вчера мы нанесли, да, этот воск, и сейчас ты его... Да, сейчас мы его просто полируем. То есть он у нас ночь простоял. Назвали ему как? Фессалоникийской. Да. Вот наша фессалоникийская штука-турка. Что здесь мы сделали? Мы в Венеции сделали первый слой. Но это же не мы, это был образец. Опять же образец, который просто был доделан. Доведен до ума до конца. То есть мы сделали... Ну, или пытался кто-то делать невиномоскую штукатурочку, если вы видите, да, вот эти подобные... Характерные волны. Да, характерные, так сказать, прожилочки. Вот туда же где-то просматривается и карфагенчик. И потом тонким слоем наложили венецианку. Тонким-тонким слоем. То есть самая большая проблема, это когда начинают создавать глубину вот множества формов. Еще одним рисунком, да. Да, это лишнее. То есть вот это Слава здесь один раз нанес. И тут же вот чуть повернул, легко-легко-легко-легко. Тоже нужно брать его внимание, что не нужно его насиловать. По той причине, что когда идет, то что мы говорили вчера, полимеризация. Полимеризация. То получается тонкая пленка. Если вы будете сильно нажать, это получается пленку вы создали, под низом материал еще не высох. И вы будете его срывать. А когда тонкая и вы постепенно будете добавлять усилий, тогда у вас этого срыва не будет. Ну и сделан он два приема. То есть первый слой и второй слой, я думаю, что достаточно. Ну и воском скрыть. Да, то есть опять же многие делают венецианку. Носят три, четыре, пять, шесть, семь слоев и так далее. Как бы опять же это ошибка. Почему? Потому что чем меньше слоев, тем мне кажется красиво. Первый слой рисует, второй слой делает сам глянец. Все больше добавить нечего. Все остальное будет просто лишним. Так что нет. Нет, если создавать допустим эффект растрескавшегося мрамора, все как бы очень сложная работа. Очень сложное нанесение. Но и долго играться. Стоит ли оно того? Если можно с меньшими потерями, трудозатратами сделать практически то же самое. А вот то, что мы как мы ее обозвали, да, там, по-моему, персидская, да. Это мы как-то делали еще, по-моему, с Юрчиком. Вот если вы помните, там такая была кофе с молоком. И мы сверху положили воск с золотом. То есть уже даже с помощью слоев, да, уже повторюсь, да, мы можем тоже добиваться вот этой глубины, которые там многие там делают с помощью, ну, пытаются делать это с помощью венецианки. Вот. Это все можно сделать с помощью воска. Цветных восков. Здесь тоже был первый слой Венеция, потом был цветной воск. Ну, здесь два слоя воска у нас. Да, здесь два слоя воска. Один в чистом виде, да, с красителем, а другой вот мы добавили, ну, китайский шок мы добавили. Да, да, да. Вот. И под низом там осталось наше, да, в часы. На спирсе. А здесь я вам покажу еще чуть дальше. И покажу нашу фисовую мальчику. Смотрите, что тут. Вот она уже, я чуть повернул, да, уже видно. Глянец. Да, можешь чуть выше поднять, может оно там засветится. Вот, 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 да. Еще чуть больше угол взять, чтобы они увидели, да, что это глянец там. Все нормально взглянется. Ну, и на ощупь тоже. Мой славик, поделиться, какое там ощущение. Сложно сказать. Просто стеклышко. Да, гарну. Гарну. Тут мы как раз подошли к вопросу следующему. Как правильно полировать синтетический воск, да, и тот же натуральный воск. То такой небольшой будет совет. Вот здесь мы делаем синтетическим воском. И тоже полируем его, когда он уже высох. Да, вот такой на ощупь он сначала такой будет. Ну вот, слава попробовал его, ну и он такой был, не очень, да, такой неказистый. Такое ощущение такое, ну, не очень гладенькое. Вроде как шуршаленькое. Как ты говорил, какая там наждачка, там тысячная или двухтысячная, да, ощущение. Ну, а когда мы прошли уже шпателечком, то есть шпателечком делаем вот как-то бреющее движение, вот, то уже он превращается в такое, то есть на ощупь это очень-очень гладкое покрытие. Так же самое и, вот сейчас Славик тут штурмует свой образец, вот, уже с воском, который мы натуральный, да, тоже он высох, и тоже там, там не стоит его там каким-то полировочными машинами, то есть я против этих всех экспериментов. Я зато вот за такие вот движения, то есть тем же шпателем на следующий день вы можете... Снимаем лишний воск. Да, вот, взяли и тряпочкой убрали. Еще раз, те же бреющее движение, вот воск остался, убрали. Тогда получается, что у вас получится, будут видны на просвет все вот эти прожилки, то есть будет видна игра, как вы вложили этот материал, игра шпателя, то есть он не превращается у вас просто, так сказать, в пластик, как я называю, или просто стекло, так сказать, ну такой издевательственный. Венецию. Береги зеркальные эффекты, в плане, что даже свет бирает. Да, он получается такой более живой, да, он не будет, как я говорю, мертвый такой мрамор, ну или мертвый пластик, вот, он будет играть вот такими вот переливами, свету, ну что делает вот этот Венецию, ну такую желудую, вот они такой искусственный, или мертвый, так я говорю. Ну вот это то, что хотелось вам донести по поводу восков, что синтетического, что натурального, мы их полируем уже, когда они высохнут. Ну и там чувствуется, даже на прихвате, вот оно начинает чуть прихватываться, вот, вы раз убрали, следующий маневр, тоже раз убрали. Тоже на стенке советую вам пользоваться маленькой, маленьким соколом, по той причине, что получается стена, в любом случае, ее невозможно сделать там идеально, чтобы она была ровная, она там будет все равно там как-то играть. И чем меньше у вас шпателечек, тем больше шансов, что вы захватите больше, больше углублений, что ли, больше восков, то есть не будет таких пропусков явных, что не будет играть шпатель, там только по верхушкам, он где-то возьмет еще и углубление. Вот такая история по поводу воска. Ну, кто-то любит там ветошью, но тоже пожалуйста таскать. Но опять я все-таки больше даю предпочтение именно в работе с шпателем. Большая полимеризация. Ну, во-первых, рисунок совершенно по-другому получается. Когда они получаются, видны вот эти, говорю, все вот эти прожилочки, я не знаю, будет нам здесь покажут, как она смотрится в боковом цвете. То есть даже вот зеркальный эффект, отражение тех же панелей. Ну, в всяком случае, я люблю, чтобы он был виден, видны были, чтобы он не получался там, пластик такой, все вот эти движения шпатливые, какие-то ракушки, сирочки. Он был такой, где-то глянцевый, мне больше нравится. Вот так, да, чтобы они понимают, что в дороге я влез. Да, вот наша византийка. Вот так она будет так слепить. Ну, во всяком случае, чтобы вы понимали, например, вот эти гладкие, тут она тоже слепит. Смотри. Ну, давай, да, натемненько. Ну, покажи ему. О, так она, да, так она чуть выше. Чтобы вы понимали, как получается с вот такого вот несчастья, да, вот она такая колюченькая, и здесь колючая. Вот получается вот такой образец шикарный. Сейчас мы вам покажем. То есть, ты, грубо говоря, вчера руку набивали? Да. Так, ставь. Сегодня мы продолжаем. То есть, что мы для этого возьмем? Мы возьмем, да, топорники. Вот мы взяли топорники, шпатылечек, и будем вот эти все соплистончики мы сейчас снимаем. Там можем, конечно, использовать и наждачную бумагу, но я предпочитаю все-таки шпатылек по одной причине, что вы не снимите лишнее. То есть, наждачкой можно какие-то площадки сделать такими ну, залысинами. Вот. С шпателем этого у вас не произойдет. Значит, здесь мы делали образец на структурной штукатурке, вот. А здесь мы сделали на рельефной. То есть, вот это с кварцем, мраморной крошкой, а здесь уже целелоска. Вот этот голубой. Поэтому можете увидеть, например, там разницу. Сейчас Вячеслав его... Это более колючая, более выпуклый рельеф. То есть, можете взять и шпатли, и таким образом. Можете вот взять и таким способом, да, там если вы... То есть, идея этого... эти движения так, чтобы на ощупь они стали убрать вот эти все шероховатости. Ну, такие, которые не очень приятны, да, когда к ним прикасаешься. Ну, вот. Мой образец практически готов. Вот, смотрите, сейчас... получается уже эффект... Да, Вячеслав тоже заканчивает свой. Вот. Такими нехитрыми движениями. Он вроде тоже наздир, да, таким бреющим движением, он снимает верхнюю такую тоненькую тонкую, как там, стружечку, да, с нашей византийки. Да, убирает из шероховатости и у него такой уже проявляется рисунок. Уже можно видеть, да, что вот из-под шпателя. То есть, при затирании она, хоть и коль ровная, меняет все равно цвет немного. Становится светлее, выпакует сейчас. Да, и когда, например, вы работаете уже самой модельной имминацией, как я уже говорил, да, что это можно делать и, ну, такая, идти на своеобразную, так сказать, проявлять смекалку, то есть, брать и стартовую шпаклевку ирукомовскую и смешивать, да, с этими уже с фирменными тем же бризом или с той же структурной штукатуркой, как они называли, рельеф. Вот. И искать вот свои, да, декоративные штукатурки или свои авторские, да, дизайнерские штукатурки. Вот. Ну и потом опять мы их колируем в определенный свет. Вот здесь мы нам добавили немножко голубого, там мы добавили этого голубого чуть больше. Вот. И сейчас мы будем скрывать лаком. С синтетическим воском. Вот этим воском уже знакомого, да. и сейчас подумаем каким это будет цветом, с чем мы будем его смешивать. Ну вот я думаю, что хочу попробовать вот смешать вот с таким вот такой бамбуковый паросток уже готовый, отколированный. Гламутр? Зеленоватый. Да. Что еще там такое пожелание? Ну тоже опять-таки можете регулировать, да, там насыщенность те же. Вот вы видите, сколько я положу сейчас синтетического воска и вот сколько я сейчас положу паростка. Ну там есть палочка. Где-то вот такое количество паростка. То есть это где-то соотношение, ну наверное там 1 к 5, 1 к 6. Сейчас его размешаю здесь и будет вам еще показать вот этот эффект. То есть наносить его можно ну шпателем, не знаю, как оно будет. Если у меня было, если бы на своей авторской бы штукатурке делал бы, вернее на своей авторской лазури там с клея ПВ и клеем обои, но там я там расход был бы там не особо там смущало. А здесь получается у меня хотя мы вроде как и доступ у меня к этим материалам есть, но будем так сказать в таком режиме попробуем. Эконом. То есть взяли или на губку, да, положили или это можно сделать кисточкой. у нас такой первый слой есть как я его называю грунтовочный. Ну, например, кто любит такие лягкие переходы, тоже может быть в принципе и это как будет как такой самодостаточный вариант. так, где-то я положил свою. То есть мы положили материал. вязкость, вязкость, потому что краска обычно застрелит так, что ее сложно развести. А, да, подсказывает мне Вячеслав, он уже столкнулся с проблемой, когда он брал просто чистую бамбуку, вот эту декоративную краску, она такая очень крепкая, это практически фасадная краска, ее можно фасады ну, так сказать, по металлу, то есть очень такая, момент схватывания очень быстрый. А вот воск нам позволяет, ну, и тот же лак нам позволяет там увеличить этот процесс или как момент схватывания, прихватывания, да, и он становится более жуткий, мягкий, как он подсказывает. Ну, вот по идее уже вот даже на таком этапе, когда мы подхватим только верхушки. То есть, потолком мы снимаем с верхушек материал и вот этот рисунок становится более выразительным. Вот уже здесь может я вам покажу ближе. Такой получается. Верхушки, получается, стали светленькими. Материал у них остался внутри такой темненький. Наша византийская штукатурочка уже готова. Вот такие, да, такой, для начинающих. Если кто-то начинает, то уже этот вариант может. А мы можем продолжить, если, например, хотим сделать вот тот такой более контрастный, как мы показывали в самом начале, то мы что сделаем? Мы добавим сюда больше перламутра. Еще раз возьмем наш воск. Возьмем перламутра, вадико, красочки. Ну, уже в соотношении это уже будет где-то, наверное, один к одному. Потом, помните, я вам говорил, что можно колеровать. Здесь мы можем еще добавить, может быть, китайского шелка, вот такого у нас получится. А? Зелененькое? Не, 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 а китайский шелк уже будет. Вот идет баба. Ну, сейчас попробуем, не будем заказывать. Я немножко добавлю, вот не буду такого количества. Ответь. Он даст ей такой еще более мягкий, что ли, такой переливчик. Вот. И можем попробовать шпатылечком. Тут, правда, расходик был не детский. Получается, мы здесь пошли от светлого до более темного. Меняется на глаза. по мнению, может быть, немножко мы, конечно, переборщили. Ну, я переборщил, может быть. не стоило, можно добавлять золото туда. Такой стал чуть-чуть. Ну, опять, это же не вопрос. Ну, взяли там переборщили. Добавим сейчас туда, например, пырлынки, чтобы он стал более такой поярче. Сейчас возьмем. Если я там чувствую, что я переборщил, не вопрос. Берем перелынку. Добавляем туда перелынки. Добавляем того же садатического воска. где-то соотношение, ну, наверное. Ну, один к одному. Ну, и по-свеженькому. Не обязательно там дожидаться, пока он высохнет. Ну, вот, Славику нравится этот вариант. Добавляем туда тоже как вариант. Ну, мне хотелось бы, чтобы он был чуть понежнее. Чтобы не было такого сильного перехода между подложкой и... Ну, и потом, когда он высохнет, вот сейчас он вроде как, мы воском вроде как всюду рельеф выровняли. Ну, уверяю вас, когда оно высохнет, он дает усадочку и все это дело будет, вся наша фактура будет на лицо. Все это будет видно. Где-то так. В этом смотрим, например, чтобы не было таких слишком больших как мы называем, да, там, стиральные доски, когда бывает, остаются от шпателя. Ну, тогда можете таким макаром выровнять. Все. И оно, когда высохнет, все будет дуже гарно. Так, теперь, что-то хотел с этой, чего-то хотел добавить вот сюда. Перламутр? Здесь перламутр может тоже немножко зелени, чтобы получается он синий-зеленый, даже салатовый. И вот цвет морской волны, чтобы получился. То есть, вот, в рельеф уже есть светильный. Вот, ну, падины, чтобы, допустим, остались темного цвета, а вот эта вот выпуклая часть. Ну, вот, это тебе подойдет такой? Да. Ну, вот, да. Слава дал добро на вот использование практически вот, будет только в светлых тонах. То есть, ну, это заколированная шпатлевочная масса, та была светлая? Да. То есть, тоже это опять пойдет как подложка. по идее, вы можете тоже взять например, что там, тот же универсальную грунтовку или тот же клей ПВА, там один, развести один к четырем его и загрунтовать. Мало, чтобы там без потеков было. Чтобы у вас создать такую, как я говорил, водный барьер, что когда вы будете наносить лазурь, у вас поверхность не забирала, так сказать, материалы не получались вот такими пятнами. Вот получается у нас подложечка и например сейчас если гульнуть его с патылечком тоже вы сейчас увидите вот это тоже такой интересный эффект. Вот то, что получается. такого уже не было, чуть от темного к свету. В обратку я думаю добавить сюда еще немножко перлинки. Не столько перлинки, столько наверное наносить попробовать не мочалкой, вот как мы наносим, то есть мочалка не забивается а шпателем, чтобы он только поверхушком прошелся. Тоже перлинку. Да, то же самое перлинка, но только чтобы он в низины не попадал, чтобы рельеф как бы подчеркнуть, а только чтобы пройтись поверхушками. Так это как ты думаешь, что это надо шпателем? Шпателем. Не, не шпателем. Так. Валиком резиновым. Ну сейчас мы попробуем. Вот здесь все шпателем вот получилось. Да, вот сейчас попробую тоже самое фокус сделать, только с этой византийки, только вот в этом голубом цвете. Так, где наши? Сейчас добавим сюда опять перевод воск, синтетический, но как, ну не знаю, как замедлитель, или как пластификатор, пластификатор в алгоритм на славе. Растворы добавка ядов. Добавляем сюда перлинки один к одному. Закрывай сразу, мы его случайно не вывернули. И добавляем сюда того же бузовочка. Ну и смотрим. Вот смотри, Славя, такой подойдет? Или еще зелененький? Такой подойдет? Это старый. Это же просто эксперименты. Да, но его можно добавить еще чуть больше зеленого. Мне кажется, зеленого, чтобы был более можно было бы краситель добавить, но краситель с перлинкой он просто забьет сам жемчуг. Нет, если универсальный краситель, то не забьет. А кого ты сюда хотел? Зеленоватого. Зеленоватого? Он не забьет, если хочешь добавить. Добавление краски оно забивает. Нет, нет, универсальный нет, не забивай. Просто если хочешь, я добавлю. Как рубиновый получится. Да, вот мы взяли немножко универсального красителя. Вот сам вот сейчас мы вот самую капельку. Ага, лишь он двух как вот получится. теперь главное, чтобы хватило нанести. Потому что повторить капецеду. Может еще добавим. Может не хватить. Может пронки или воска. Все, воска немножко. быть уверен, что нам хватит. Вот получился такой очень интересный цвет. Это у нас перленка. Она может к свету ближе. Подойди, камеру поднеси. Да, вот такой цвет у нас получился. попробуем его сделать образец. хорошим процессом. получается когда мы вот прошли даже вот этими движениями когда снимали вроде как верхушечки получается у нас даже будет и расход материала гораздо меньше тоже не стоит там увлекаться фактурой глубину и рельеф можно добиться вот такими визуальными эффектами с помощью вот лазури когда лазурькой мы оттеняем то есть не пытаться создать сумму только с помощью фактуры да то есть это будет не совсем здесь совсем небольшой там расход там наверно ну может до килограмма модельной массы и все остальное опять мы делаем с помощью лазурек вот здесь тоже получается где-то у нас прыгает потолок то мы тоже сделаем тот же фокус как я уже показывал на предыдущем образце то есть мы можем вот таким вот образом нанести мы по моему там упустили да мы не показывали им как мы наносили да вот этот вот слой самой византийки нет нет ну мы где-то сделаем образец вам покажем как это так что не переключайтесь вставайте с нами так ребята мы хотели вам показать там контр свет получается такой не очень мы здесь решили вам под этим светом еще вам показать эти образцы уже мы сняли ленточки вот так они шикарно выглядят мы добавили тот наш образец который мы начинали там помните там с прылынки потом добавил я золота потом еще сверху а сначала золото с прылынкой потом еще добавил вот этот цвет который мы делали этот образец получился такой оригинальный образец и мы сверху видите сделали назирчик Материалчик он получился такой, эффект, красопета такая, и вот получился у нас такой шедевр декоративного озодчества, это уже в Славика образец, они еще правда конечно свеженькие, то есть еще воск у них еще свеженький, не высота конца, поэтому рельефчика может такого еще нету. Добивались того перелива с зеленым и синим. Да, но уже общее представление вы будете иметь, какие они были и какие красавцами стали, как по мне так особых, ну и Славик может подтвердить, что особых таких трудностей в нанесении не испытывал. Но мы постараемся вам показать, вот сейчас возьмем какой-то материал и покажем например как мы создавали подобный рисунок. То есть сама идея даже не столько в материале, сколько в способе нанесения, потому что вот многие ожидают чуда от материала и многие приходят в магазин и просят там допустим дайте мне вот фактуру, которая делает там волну, а вот есть фактура такая вот особенно это вот у альф декора даже есть у них там, такая фактура такая, а этакая, то есть как бы не важно какая фактура, не важно как она называется там, пускай это будет структура, фактура там, нога в заборе застряла, правильно? То есть как не назвать, но сам факт, что способ нанесения, то есть ту же структурную штукатурку. Вот один и тот же рисунок сделан структурно одна с кварцевым песком была замешана, а вторая была просто финишная шпатлевка как бы, ну то есть бриз, бриз это с целелоской, но результат один и тот же. Результат один и тот же, все зависит все-таки от конечного покрытия, то есть как мы его покроем, это можно покрыть воском, можно покрыть лазурью, можно покрыть лаком, разными цветами поиграться и получают совершенно разные эффекты, то есть все дело опять же повторюсь, не в материале и не в его названии. А в руке мастер, так что ребята делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. Пластиковая терка сама по себе уже рисует какой-то узор. Нанесение волна? Да, 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 да. Как изначально делается, да, то есть тоже то, о чем мы говорили, что все ждут чего-то от названия, то есть мастер думает пришел, он попросил дать мне там декоративное покрытие волна и оно у него само из-под шпателя уже выйдет, эта волна. Вот, то есть разницы в материале нету, материал мы можем сделать и сами, такой как нравится, такой же вязкости, как нам нравится, как нам подходит. Обычная рельефная масса, это добавили просто водички, да, то есть потому что сама по себе она вязкая. Не пластилином работаем, а вот такой вот. Ванной на массу уже делаем под разрешение. Ну и взяли что, пластиковый шпачок? Пластиковый шпачок, пластиковый, ну как оно все будет? Ну сначала сделаем вот то, что мы с тобой говорили, помнишь? Что ты не сосредотачиваешься на... На движении. Не, не сосредотачиваешься на рисунке, а сосредотачиваешься только на движении. Сейчас ты хочешь знаешь, ты хочешь сразу сделать... О, залип. Залип, потому что ты хочешь сделать то, что я делал какие-то восьмерки. Нет, ты начинай с самого простенького. Да, вот я это начинай. И помни, помнишь, что я добавлял материал на... Его тут нету? Нету, так возьми, зачем тебе столько материала на... Уложил такой пластин. Больше, говорю, вот этими движениями... Более размашистыми. Более размашистыми. Ну а все как позволяет обратиться. А то, что там ты пробовал восьмерку и совать, да? Не-не, там не восьмерке, там вот это вот волна хотел сделать, вот. Это через меня, это волна, ты задаёшь вот, берёшь материал и уложишь. Вот тогда и получает вот это волна. Материал берёшь и уложишь. Материал берёшь и уложишь. Вот то, что ты делаешь? Вот это точно? Вот это точно? Да? Не совсем. В одну сторону, в другую сторону, да? Нет, не вот это я решила. Не-не, вот как вот этот вот образец я говорю. Я тебе рассказываю, это всё зависит от причины. То есть берёшь материал и покажешь ему образец и покажешь. Я им показал просто тот, который мы делаем. Вот зелёный я ему рассказываю. Приходишь ему... Слава имеет в виду вот этот образец ему, так сказать... Ну тут, во-первых, больше материала и всё. Просто толщина больше. То есть техника нанесения та же самая? Да, фильме вот такая. А именно, что там я себе рассказывал. Понимаешь, что смотришь, например, вот берёшь материал и обращаешь внимание вот на это. Ну мы сейчас говорим о том материале, о той технике, о которой мы делали те образцы. Потому что мы её не показали. Вот, вот. На тех образцах. Ну и вот так. Да, ну как-то что-то у нас вообще не то получилось, что там. Не, вот это вот все-таки металлическое лучше, чем пластиковое. Вот, а этот? Это я тебе дал какую-то пластиковую пластиковую. Да, ну опять же не знаю, как оно будет там на мониторе смотреться, но здесь оно четко видно, фактуру саму. Вот таким вот нехитрыми движениями мы создаем византийский Вячеслав просил, чтобы… Ну я прошу его, чтобы он рассказал, как он достиг, что помогло ему вникнуть, найти эти отмычки от византийской, или к византийской штукатурке. Ну что здесь у нас было? У нас был следующий маневр. Посоветовал Вячеславу, чтобы он не сражался с материалом, а подружился с материалом. То есть не нужно, как я говорю, его насиловать. Тебе нужно, говорю, с ним его почувствовать. Не зацикливаться на рисунке. О, тоже еще один. Ведется, вот Малка, вот оно и ведется, материал ее туда где-то снимает, в сторонку как бы еще. Расслабит руку и она сама… Ну вот и покажи сейчас. Малка сама ушла именно туда, куда ей удобно. То есть не носил ее материал. Ну вот это расскажи по поводу перышек, как мы их спушиваем. Ну это ваш прием. То есть как про павлина, мавлина. Да. Это Михаил рассказал историю, что когда мы его придумывали, эту технику, это было где-то, ну начало, наверное, было 2003-2004 года. Когда-то еще работали с фирменами, универовскими материалами итальянскими. И тогда у нас была такая Бреза материал. Ну и сейчас она, конечно, не здравствует. И мы тогда эту технику, так сказать, выбрали. И мы назвали ее Павлина Вля. Когда уже наш директор поехал в Москву, там, так сказать, поделился с москвичами этой техникой. Ну было очень приятно, да, что не важно, кто придумал анекдот этот. Главное, что эта техника взяла, так сказать, свое начало, и многие мастера ей с успехом пользуются. И вот Вячеслав тоже решил ее овладеть. И ему не хватало вот этого вот ощущения, что же создает этот рисунок. А создает рисунок следующий манер. То есть я практически на, ну вот, два пальца, да, там, это третий, да, придерживаю, да, сокол. И веду, то есть я подымаю, вот почему Павлин-Мавлин, вот я говорю, что это вроде как перышки. Вот ты подымаешь эти перышки, этот материал. Вот. То есть если многие пытаются, может где-то прижать, чтобы получить рисунок, то здесь наоборот идет, как бы. Да. Можно сказать даже чуть-чуть там на отрыв, что ли. Ну вот да, на отрыв, да, вот на отлип, то есть там как вот этот вот фокус работает, ребята. Там нет такого, что там. Понятно, что ощущение, да, кажется, да, что вот он как будто бы прижимает этот материал, вот я его прижимаю. Особенно когда быстро работает. Да, когда еще быстро работает, вот, и там бывает нам говорят, да вы хлопцы шпаклевать бы навчилось, а то намалевала какие-то там конаки на стенах, знаешь. Ну мы говорим, ну вот если конаки, вот даем им шпатель, там же есть такие грамотные мастера, которые там с 20-летним опытом, вот, и она к стенке раз-раз, а у него, так он же прилипает, она магнитит. Я говорю, да, магнитит, то есть это, так сказать, чуть-чуть иметь, как этот материал работает, как инструмент с этим материалом сотрудничает. Ну, похоже, что от Славика это получилось. Вот. Если, например, вот взять, показать, да, как вот он работает, вот таким образом можно, если не обязательно, здесь же такими, можно это таким вот движением. То же самое мы вроде как поднимаем материал, вот верхушки поднимаем. Вот. Сейчас слайд на поповой, да, показать ближе, да. Вот в эту сторону тоже вот. Раз прошлись. Вот. Очень трудно. Вот. Или вот то, что мы показывали, да, нам восьмерочки, да, когда мы рисовали. Вот. Как это вот. Уже материал, конечно, прихватился. Но на восьмерке уже не получится. Уже густой. Да. Чуть густой. Ну, суть, да, в следующем, что вот этот вот, вы поднимаете вроде как бахрому, как я говорил Славику, этого материала. И он получает вот этот вот рисунок византийской штукатурки. Вот. То есть не нужно стремиться нанести сразу рисунок, он получится сам. Да. То есть больше делайте, ну акцент делайте на движение. Вот вы, движение будете, будет у вас правильное движение, будет у вас правильный рисунок. То есть не сосредотачиваться на рисунке, сосредотачиваться на правильных движениях. И тогда будет вам счастье. Так, ребята, хочу вам еще поведать одну, так сказать, наработку по поводу циррелозной губки. То есть вот такая вот есть циррелозная губка. Это фирма Осака. То есть можно будет заказать, где-то поискать в интернете. Да, вот такого плана она. Вот. Чем она хороша? Ну а для размывки, да, и для нанесения, там сказать, таких финишных, да, покрытий, вот как мы делали, попробовали здесь, да, довести этот образец до такого логического завершения. Вот. Здесь мы уже пользовались, так сказать, не шпателями, наносили все вот эти перламутры, здесь несколько там было, и такое. Наносили непосредственно на вот такую губку и вот таким макаром, да, уже завершали, да. Размыв, размыв там можно назвать или там еще кто как обзывает этот процесс. Вот. Тогда что у нас получается? У нас получается, да, материал остается наверху, да, создает вот такую вот игру перелива. Можно там использовать, так сказать, и кисточку, то есть там перламутр нанесли на ли воск, перламутр нанесли на сам материал, да, там чуть где-то торцанули, торцанули, торцанули и размыли. Вот. Также можно, например, там тоже с полусухой кисточкой, да, вот пройтись, тогда тоже вот так на верхушках остается. Ну и потом же опять домываем уже непосредственно вот этими губками целлюлозными. Или другой какой-то. Чем преимущество, например, от таких губок, противо этих или, например, противо этих, они не оставляют. Вот эти, например, цепляясь за все наши заусенцы на штукатурке, да, оставляют следы, они разрушаются. То эта, она крепкая и никаких, так сказать, следов не остается и не остается материала, да, она не разрушается, нет этих остатков губки у нас на нашей декоративной штукатурке. Поэтому можете взять это на вооружение и, так сказать, с успехом применять своих шедевр декоративных зодчеств. А, да, и вот Вячеслав мне подсказывает, что после того, как вы ее использовали, вы ее помыли, она может стать такой, как мы называем, деревянная, да, то есть чтобы вас это не пугало, вы ее опускаете в воду и через какое-то время, там 5-10 минут и она обратно станет такой же мягкой, как и, ну, как новая. Так, ребята, и под занавес я вам хотел еще одну технику показать. Тут такая вот щетка он сделал на вооружении. Такое вы видели, да, как говорится, коврик мы ее вообще называем. для ног. То есть нанес материал, структурную штукатурочку и протянул такие движения. Продольное сделал, дал ей прихватиться такое, чтобы вот, видите, к рукам она уже не берется. И тогда ее движениями заглаживаю. только опять мне должно быть шелк... Оно, да, нет, секундочку, Слава. Не, нет, это что, я с другой стороны тебе. Ну, там Слава, пока покажу вам такую красоту, может навтешаться. Взял китайский шелк, все, мечта была его сердце, освоить технику шелкографии. И вот сейчас, вы видите, вот первое, так сказать, он сегодня как именинник освоил эту технику. Ну, или осваивает. Ну, и что ты просто рассказал потом? Как бы ты... Ну, если бы кому-то объяснял, как бы ты это? Объяснил бы, как это делал? Странспортмаркоп любит обращать внимание, что на что они следуют? Ну, в первую очередь это слой, чтобы не был сильно толстым слоем, потому что начнет просто браться тряпочка. Начнет просто браться на малку, получится как шпатлевка, а не та же шелкография. Вот. Второе, это момент, то есть поймать тот момент, когда уже сам шелк распушивается. Не знаю, как правильно назвать, распушить его или как? Ну, мы тоже искали. Да, мы название так и не придумали, как это делается. Ну, чтобы открывать и рисовать уже... Да, то есть... Частички, которые там, светоотражающие. Мы их вроде как поднимаем, да, в одну, в другую сторону. Как вспучил ежик такой и получается уже рисунок. То есть игра перелив света. Блестящие, матовые блестящие зубы. Так. Да. Да, да, ничего так. Вот, да. На, там, да, ничего. еще ребята один сюрприз готов показать это вот мы тоже пробуем свои силы винтинчик тоже нанесли материал вот если вам видно тоже нанесли материал и этой же щеточкой да только тут тогда там и делали такие продольные а здесь мы таким образом отторцевали его и тоже такой же фокус на заглаживание вот если например там остаются какие-то там площадки еще как здесь чтобы не было пятнышка мы его еще раз взъярошили можем оставим можем подойти там в следующий день можем ее чуть-чуть загладить и потом уже опять будем работать лазурьками восками там патинами уже как кому будет ближе так что ребята то есть то о чем мы говорили как бы изначально что неважно какое-то как его называть и как так далее то есть структурная штукатурка из нее можно делать любыми способами тоже самое имитацию камня или мрамора что угодно без того чтобы придумать название или брать именно тропертин как как таковой вот а то есть приготовить можно самому сколько вот видео опять же сколько видео не смотрел пока живое не попробовал что-то а у вас видео можно опять я вам прощу потому что видео перескал я пробовал как-то пока не приезжал и научил и пока мы не поставили никакого голоса как это и что понять это не реальность Субтитры подогнал «Симон»